Всем привет! Вы на канале Эви Коз. Сегодня у меня будет обзорчик на вот такой вот фитнес-браслет от Mobility. Это браслет МФТ-02. Такое приобрести можно в магазине Аша. Мы таких купили две штуки, но мы, конечно, с мамой очень расстроились. Все-таки лучше брать оригинальные часы. У моей мамы когда-то были оригинальные часы от Xiaomi Mi Band, но они ей быстро не понадобились, и она их решила продать. В итоге прошло уже три года, и маме и мне они опять понадобились. И мы решили в этот раз уже не брать оригинальные, чтобы не тратить деньги. Ну и вы, конечно, расстроились. Сейчас будет быстренький обзор на вот такой вот фитнес-браслет МФТ-02 в Mobility. Влагозащита, пульс шаги. Вот так вот они выглядят. Вот такая вот у них коробочка. Такие можно приобрести в магазине Ашан. Покупали мы их за 390 рублей всего лишь. Это с акции, а без акции стоит 800 рублей. Давайте смотреть. Вот так вот они открываются у нас. И что мы первым делом видим? Это вот такая вот инструкция фитнес-браслет, инструкция по эксплуатации русская. Здесь всего два листочка, ну еще на обороте. Вся инструкция полностью на русском. Только вот здесь не написано, как его включить. Собственно, в чем и проблема наша была. Вытаскиваем часики. Сейчас я немножечко нагну, чтобы вам более хорошо было видно. Вот наши часики. Что мы первым делом видим? Видим вот такое вот зарядное устройство для часиков. Здесь вот наши штучки, через которые заряжаются без провода. Хотя в МФТ-01 там в комплекте провод. Не знаю, что это значит, но вот так вот. Дальше. Беру вот такую сторонку. Дальше что мы видим? Вот такой вот ремешок, собственно, для наших часов. Мы подбирали, все подходит. Это не оригинальные часы, но сейчас я хочу сравнить с маминым чехлом. Сейчас я вам покажу. Показываю. Вот мамин чехол. Смотрите, он какой чистенький. А вот мой чехол. Вот это вот мой, а это мамин. Посмотрите, как они отличаются. У меня более такой глянцевый, а у мамы матовый. Хотя часы одинаковые. Очень странно. Ну так вот, у меня вот такой вот был ремешок. Очень похож, очень оригинальный. В принципе-то вообще ничем не отличается. И, собственно, сами наши часы. Здесь пленочка такая вот. И, собственно говоря, вот так вот выглядит наша капсула. Что меня смутило немножко, это небольшие царапины на нем. Это не грязь, это именно царапина. Здесь вот кнопка. И тут вот, собственно, когда вы надеваете вот так вот, чтобы шаги мерить, пульс мерить и все такое. И так вот, нажимали кнопку, долго-долго держали. Он у нас не включался. Отдали папе. Папа сказал, может быть, надо подзарядить. Мы, они у нас заряжались целую ночь. Ну, я думаю, 2-3 часа они у нас точно заряжались. Хотя так и говорят, что заряжается 1, 5, 3 часа. Я думаю, 3-4 часа точно заряжались. И никакого прогресса. Утром я проверила, ни мамин, ни мой браслет не включается. Вот вообще ни жизни никакой. Вот, долго прям жаль на эту кнопку. Сегодня вот информацию о этом браслете занялась. Говорят, что контакты не доходят. Но это я, конечно, не буду проверять его от контакта. Вот так надо стыкать. Вот, не знаю. Видимо, это китайские. Это китайская пародия на Xiaomi Mi Band. Оригинальные часы. Не знаю. У нас с мамой они до сих пор не включаются. Не знаю, в чем проблема. Но сегодня... Ну, так что, как бы, пока. Не пока, а я вам не советую брать такие часы. Потому что не включаются. Ну, а всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok